АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно. Девок не... Денег не будет. Перед выходом на дорожку... Посидеть. Посидеть надо. Если ушел, что-то забыл, вернулся... В зеркало. В зеркало посмотреть. Вечером деньги одалживать нельзя. Это ссори. Здесь другая примета. Да сейчас есть примета. Деньги лучше вообще не одалживать. Есть примета, что не вернут. Да разные приметы. Вот есть такая примета знаменитая. Нашел подкову. На счастье. На счастье, да. Я в детстве боксом занимался. Так я за год еле-еле до третьего разряда дошел. А мой дружок вместе со мной начали. КМС за год выполнил. Я говорю, молодец. Талант. Как тебе это удалось? Он говорит, да я подкову на счастье нашел. Я говорю, я тебе завидую. Я говорю, над кроватью повесил. Он говорит, да не, в перчатку кладу. Или вот еще примета. Рассыпали соль. Сори. Да. Тут жена с кухни кричит. Ой, соль рассыпала. Опять скандал будет. Она говорит, я захожу на кухню, беру кусочек сахара и кладу поверх рассыпанной соли. Она так удивилась. Говорит, это зачем? А я говорю, а я где-то прочитал, чтобы нейтрализовать эту примету. Надо поверх рассыпанной соли, положить кусочек сахара. Жена говорит, убирай сахар. Я уже настроилась. А вот примета, что не узнали? Богатым будешь. Слушай, сейчас все в масках ходим. Чувствую, как мы разбогатели. Особо предприимчивые на масках пишут. Здесь могла бы быть ваша реклама. Один пьяница фломастером у себя на маске написал. Водка, яд, вино, трава, пиво, злое зелье, а организм приспосабливается. Ой, с этими масками. Слушай, с этими масками с сыном зашли в магазин за продуктами. Семь лет пацану. Ну, я в маске. Пацан в маске. На кассе расплачиваюсь. Кассирша тоже в маске. Вот я решил ей комплимент сделать. Говорю, какие у вас глаза красивые. Я говорю, я представляю, какое красивое у вас лицо. Сын говорит, вот бы посмотреть на вас без одежды. Нет, много примет разных. Много. Я еще не все знаю. Вот 13 число, да? Считается? Несчастливое. Ого, еще какое несчастливое. Муж раньше времени из командировки вернулся. Жена любовнику. Прыгай в окно. Тот говорит, ты с ума сошла. 13 этаж. Она говорит, прыгай сейчас не до суеверий. И Кать начал. Это к чему это? Вспоминает. А как узнать, кто вспоминает? А мне говорили, надо выдернуть волос на голове. И на палец. Слушай, слушай, пять минут до старого Нового года. Это ж... Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Какая-то поговорка есть. А, икота, икота. Перейди на Федота. С Федота на Якова. С Якова на Ветрова. Ребят, ток ветра, вы не говорите. Слушай, прошла икота. Прошла икота. Слушай, а у юмористов, у юмористов сейчас примета появилась. Если не смеешься над анекдотом, к фингалам. Да, моя жена подругу встретила, та с фингалом. Ну вот такая семья моя в шоке. Что случилось? Она говорит, что случилось? То и случилось. Муж. Да ты что? Да как он посмел? Ну как у него? Ну любимую жену рука поднялась. Так, говорит, так и поднялась. Пришел с работы, рассказал мне анекдот. А я не засмеялась. Моя говорит, ну какой цинизм. Ну что ты должна над его анекдотами смеяться? Может он сам, может он не умеет анекдоты рассказывать? Так, говорит, да нет, умеет. Пришел с работы, рассказал мне анекдот. Я не засмеялась, а любовник в шкафу заржал. Правильно, правильно, правильно. Главная примета, если на сцене юморист, в зале смех и аплодисменты. Аблодисменты. 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 Аблодисменты.